Всем привет, с вами Давилович. Сегодня на обзоре очень быстрая microSD карточка от GoodRam. Это IRDM на 256 гигабайт. Кстати, данную карту памяти можно купить по хорошей цене. Ссылочку оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и покупайте. Производители накопителей не стоят на месте, постоянно совершенствуют свои устройства. МикроSD карточки не исключение. И сегодня перед нами топовая и очень быстрая microSD карточка от компании GoodRam. Это у нас IRDM, а если быть точным, моделька M2AA или M2AA. В чем же ее особенность? Конечно же объем. Кто бы мог подумать, что когда-то будут на microSD карточках такие объемы, когда уже есть даже 1 терабайт. Кстати, не знаю, 2 терабайта есть или нет. Если знаете, черканите в комментарии. Здесь у нас высокие, очень высокие скорости для microSD карточек. До 170 на чтение, до 120 на запись. Это прямо очень-очень достойно. Что же касается классов. Это у нас UHS-1. U3, значит минимальная скорость записи здесь должна быть 30 мегабайт в секунду. Это у нас класс Video V30. Это тоже минимум 30 мегабайт в секунду. Значит есть поддержка 4К без проблем. И это у нас класс A2, который говорит о том, что у нас будет 4000 операций ввода-вывода в секунду на чтение. И до 2000 операций ввода-вывода в секунду на запись. Например, в смартфонах. Что ж, давайте распакуем и перейдем к тестам. MicroSD карточка, GoodRam и RDM объем 256 гигабайт. У нас поставляется в таком вот компактном блистере. У нас указана сразу же скорость. Чтение до 170 мегабайт в секунду. Запись до 120. Итак, у нас 4К UHD поддержка записи. UHS-1, U3, V30, A2. Изображены некоторые устройства, с которыми данная карточка будет работать. Ну, не только с ними. Это у нас смартфон, квадрокоптер, зеркальный фотик, либо беззеркальный, рекордер. Это у нас V, и это у нас экшн-камеры. Так, работает с Android. Видим прозрачную вставку, где у нас, собственно, расположена карточка и адаптер. Изображение смартфона на Android. Моделька IRM2AA. Пожизненная гарантия. С обратной стороны у нас кратенькая информация на разных языках. На русском языке тоже есть. Перед использованием знакомьтесь с инструкцией. Поверьте совместимость прибора. Бла-бла-бла. Как у нас все это устанавливается. Снова у нас здесь полное наименование модели. Точнее, порт-номер. Так, произведено и протестировано в Польше. В общем-то, все. Остается нам все это дело только в скатерах. Поэтому прямо сейчас берем и вот нижнюю часть с вами отрезаем. Готово. Так, аккуратненько сейчас мы все с вами это открываем и вынимаем. Такой вот небольшой у нас кейс, в котором лежит адаптер и карточка памяти. Все это аккуратненько достаем. Так, и наша карточка. Нужно у нас тут. Все, готово. Все достали. Адаптер, в принципе, простой. Здесь ничего особенного. Ой, ой-ой-ой. И вот она, наша карта памяти. 256 гигабайт. И RDM от GoodRam. Ну и все спецификации перечислены. Сделано в Тайване. Здесь у нас указано. И различные номера. Я так понимаю, там серийный номер. Что ж, давайте подключать и переходить к тестам. Ну что, подключаем в картридере нашу карточку памяти. Все у нас отлично. Все у нас определилось. Смотрим. Файловая система EXFAT у нас на старте. Все супер. Чистый объем 233 гигабайта. Так, пока нам это не интересно. Можем свернуть. Посмотрим, CrystalDiskInfo у нас определит карточку или нет. Нет, не определяет. CPUID и хардовый монитор запускает. Нет никакого смысла. Поэтому будем смотреть, что же нам покажет CrystalDiskMark на абсолютно пустой и новой карте памяти. Ну а пока у нас идут тесты. Перейдем на официальную страничку нашей карты памяти. Все интерфейсы у нас здесь расписаны. Самое главное, конечно же, это скорости нашей карты памяти, которая у нас до 170 на чтение и до 120 на запись. Только флешка объем 32 гигабайта имеет скорость записи до 60 мегабайт в секунду. Все остальные до 120 и это очень радует. Скорость интерфейса, класс производительности, видеокласс. Все здесь у нас на высшем уровне. И по техническим характеристикам, собственно, здесь ничего интересного. Даже если мы перейдем в DataShit, то ничего нового мы здесь с вами не увидим. Тест у нас завершился. И как мы с вами можем увидеть, у нас скорости не превысили отметки 100 мегабайт в секунду. Такое ощущение, как будто бы скорости уперлись в пропускную способность. Хотя вроде не должны. Карт-ридер позволяет развить скорости и выше. Что ж, все равно у нас очень достойные скорости. Случайно 4К 7 мегабайт в секунду. Для карты памяти хороший результат. Но на этом мы с вами останавливаться не будем. Далее мы запустим тест АТО диск бенчмарк. АС и SSD бенчмарк запускать не будем. Потому что там мы, в принципе, с вами ничего особенного-то и не увидим. Единственное, что потратим кучу времени. Ну, давайте посмотрим, что нам покажет АТО диск бенчмарк. Мелкоблочка на картах памяти всегда была слабыми местами. Поэтому мы здесь видим невысокие скорости. На записи даже меньше 1 мегабайта в секунду. Но в остальном, в целом, все скорости у нас подтверждаются. И все у нас здесь точно так же, как это было в CrystalDisk Mark. Дальше мы запустим тест АДЖА видеосистем. Потому что многие используют карты памяти в камерах видеонаблюдения. Так что давайте посмотрим, что у нас будет здесь. Ну, здесь тоже у нас все в полном порядке. И смело для камер видеонаблюдения карточку можно использовать. 83 на запись. Ну и 90 на чтение. Неплохо. Все то же самое, что мы видели в CrystalDisk Mark. Запускать тест 3D Mark нет никакого смысла. Никто с карт памяти на ПК не играет. Именно поэтому сейчас мы сворачиваем. Покажу я вам операцию ввода-вывода. Неплохо у нас здесь даже. Очень неплохо. Не то, конечно, что было заявлено. Но по скоростям достойно. Так. Ну и, конечно же, нужно запустить тест. H2 тест. Чтобы посмотреть, как ведет себя карточка памяти на всем своем объеме. Что ж. Запускаем. Так. Можно выбрать нам нашу карточку E. И запустить тест. Тест, который занял более полутора часов, у нас завершен. И мы с вами можем увидеть, что он завершен без ошибок. И у нас отличные скорости чтения и записи. 87,6 МБ в секунду на чтение. 82,2 МБ в секунду на запись. Отличный результат для карточки памяти. Без какого-либо снижения в процессе всего заполнения. Результат у нас супер. Здесь никаких претензий нет. Давайте мы с вами сейчас очистим нашу заполненную карточку. От всех данных. И давайте сейчас мы с вами перейдем к тесту на реальную скорость записи. Будем копировать всю нашу любимую папочку. Рендер объем 100 ГБ. И смотреть, что же будет у нас по реальной скорости записи. Но судя по предыдущему тесту. Да, мы с вами будем видеть 80,82 МБ в секунду точно. И причем на всем своем объеме. Поэтому ждем завершения записи этой папки. Запись нашей любимой папки. Объем 100 ГБ подходит к концу. Скорость держится в районе 80,82 МБ в секунду. Все то же самое, что мы видели в самом начале. И что мы видели на предыдущем тесте. Что ж, отличный результат снова. Сейчас запускаем тест линейной записи в ID64. И смотрим на результат. Ну а после тестирования всего объема на линейную запись в ID64. Мы с вами видим отличный ровный график. Без каких-либо просадок по скорости. Отличный результат. Но есть у меня еще идейка, как можно проверить эту флешку. Была у меня задумка. И конечно же я ее проверил. Это поставить нашу карточку через переходник комплектно. Вот в такой вот картридер от Sony. Для карточек SDXC2. Ну и которая тоже поддерживает SDXC1. Но результаты остались на прежнем уровне. И что мы с вами видели. Это до 100 МБ в секунду на чтение. И получается до 90 МБ в секунду на запись. К сожалению заявленные 170 и 120 МБ в секунду мы здесь не увидели. Как бы я ни старался. Я вставил и через USB 10 ГБ. Все равно. Все равно у нас те скорости, которые вы увидели на тестах. Что ж. В любом случае карточка показала себя достойно. Стабильно. На всем своем объеме. Без каких-либо провалов. Это действительно круто. Да, хотелось бы увидеть все-таки заявленные скорости. Ну и конечно же данная карточка справится с абсолютно любой задачей. Куда ее поставят. Здесь я думаю ни у меня, ни у вас вопросов не возникает. Ну и конечно же данную карточку можно смело покупать. Если вы хотите высокую производительность вашего накопителя. К сожалению проверить данную карточку в смартфоне от Android у меня возможности нет. Потому что я пользуюсь iPhone. Так что тесты остаются вот в таком вот виде. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает сколько стоит эта карточка памяти. Ссылочка как всегда под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. И смело можете покупать. Хоть и устройство под брендом GoodRam сейчас найти будет сложнее. Субтитры сделал DimaTorzok